Хрип, стон, поскуривание из последних сил – вот что услышали в тот день барнаульские спасатели. Пошли на звук и лишь по звуку нашли на фоне черного озера из мазута торчащую голову пса. На фото видно, что он практически сливался с поверхностью. Яма с нефтяной жидкостью находится на территории асфальтового завода. Она закрыта, сюда может пройти далеко не каждый человек, а вот бродячий животный лазейку находит. Спасатели сначала тянули пса с берега, но битум жестко держал собаку. Можно было смыть битум бензином или соляркой, но пес бы отравился. Поэтому пришлось смешать посудомоечное средство и подсолнечное масло. Масло не давало битому прилипать к шерсти. Четыре часа. Пса мыли спасатели, затем уже волонтеры. Тяжелую собаку согласились принять лишь в приюте Бусинка. После этой истории туда тянутся неравнодушные. Мы с коллегами тоже решили помочь и купили для пса сухой корм. Кстати, первое, что нам сказали в приюте – надеть перчатки. Хотя животное моет четвертый день, работы еще много. Их отмыть невозможно, потому что он просто полностью, вся шерсть пропитана. То есть ее только можно, да, хом, ее только отрезать можно. Сейчас остались самые тяжелые места на теле. Необходимо прочистить уши и глаза. Между тем, пес уже с удовольствием гуляет, но недолго. Много сил уходит на водные процедуры. Все это собака терпит стойко. Кстати, псу дали кличку Гудроша. В приюте о нем говорят мужественный и спокойный. Он социализирован достаточно. Он вообще, в принципе, я ни разу не слышала, чтобы он лаял. Он, если ему что-то не нравится, он скалится. Но, опять же, на меня, я не разу, я видела такое только один раз. Когда он на мою дежурную начал скалиться, на меня он абсолютно никакой агрессии не проявляет. Сегодня начал мне вилять хвостом. Это первая эмоция, которую он мне вообще, в принципе, показал. Тем не менее, пес в стабильно тяжелом состоянии. В приюте переживают, что битум и интоксикация скажутся на почках и сердце. Волонтеры будут благодарны любой помощи, будь то сухой корм или деньги на лечение. Сейчас контакты приюта вы видите на экране. В приюте настроены поставить собаку на лапы. И только после этого искать для него хозяев.